Всем привет! С вами Евгений Соловьев, Александр, владелец Kia Sportage Hef, да? Да. Это гибрид. Ну, видео про него уже было на канале, можете найти эту машину. У нас с Сашей вышел спор, и сегодня мы решили этот спор разрешить. Спор заключается в следующем. Саша говорит, что зачем покупать летнюю резину, я буду летом ездить на зимний, потому что, как минимум, это тише. Так ведь? Да, как минимум, да. Я ему говорю, слушай, ты ее сотрешь, она же будет стираться. А он мне говорит... На основании моего опыта могу сказать, что за три года езды на машине зимой и летом на зимней резине хорошей, ничего она не стирается, и не видно никаких слезов из носа при обычном использовании. Ну, как вы знаете, летние, особенно какие-нибудь там мишки, тоже стираются достаточно быстро. Три-четыре года, пятый это уже, ну, как бы такое. Вот, я говорю, хорошо, но ты понимаешь, что у тебя тормозной путь будет сильно увеличиваться, вот, он говорит, ну, слушай, давай проверим. Я такой, а давай проверим. Тем более, что у нас есть драги, замечательное устройство, которое позволяет замерять не только разгон, но и торможение. Поэтому сегодня мы поставили на эту машину летнюю резину в шиномонтаже. Сейчас мы на ней прокатились, уже сделали первые замеры. Поедем переобуваться назад на зимнюю, в шиномонтаже нас посмотрят, наверное, как на идиотов, честное слово. Которые зимнюю резину одевают в сезон, да. И сделаем замеры на зимний, после чего сделаем выводы, насколько зимняя резина хуже тормозит. Ну, давайте теперь вводные. У нас на улице плюс 16, я понимаю, что вы скажете, что хотелось бы, наверное, плюс 30. Вот, ну, что имеем, потому что Саша говорит, я продам летнюю резину свою, и потом вообще никого теста не будет. Плюс 16, в принципе, это нормальный режим, солнышко светит, и летом у нас в Питере плюс 30 далеко не всегда бывает. Поэтому, в принципе, тест тоже справедливый. И у зимней резины будет еще одна небольшая фора при торможении. При разгоне это, наоборот, будет ей в минус, а при торможении будет в плюс. Потому что летние покрышки у нас 18-го диаметра, 235 на 55. А зимние у нас 20-е, да? 20-е, 255 на 45. Да, то есть они будут шире, и поэтому при торможении небольшая какая-то фора есть. Опять же, интересно, потому что можно ли размером колес компенсировать разницу в составе, не знаю. В качестве резины, да. Да, в том, насколько она подходит для текущего сезона. Я думаю, что будет очень интересно. Сейчас вот на летние мы получили результаты, и едем переобуваться на зимнюю. Но сперва давайте посмотрим, что у нас получилось по замерам. Первое, что мы замеряли, это, конечно же, разгон. Делали три попытки. Давайте покажу вам лучший заезд. В принципе, не то, чтобы сильно они все отличались. А ты скажешь, когда сотня будет? Да. Так, получилось у нас 8.17 до сотки. В общем-то, для такого здорового сарая это и не так уж плохо. А теперь переходим к торможению. Покажу вам все три заезда подряд, потому что резина греется, и показатели могут отличаться. Да, мы идем... Нет, чуть-чуть быстрее. На километр поставь быстрее. Еще на один. Еще на один. Еще. Вот так. Тормозим. 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 130, 102. Чуть поменяли. Еще чуть медленнее. Все, может тормозить. Зрачки выпадут. 100. Да. Хуже. Итак, лучший результат у нас получился 38 метров, худший, ну, почти 42 метра. Ну что ж, поехали переобуваться и посмотрим, что получится на зимний резин. Возвращаемся на монтаж, Саша такой говорит, не, вы знаете, еще заморозки будут, не время еще. Погрячился я, ставьте обратно зимнюю. Ну и самое интересное, что пока ему меняли колеса, отозвался человек по объявлению и купил у него летние диски. Больше их нет и пути назад тоже нет. Теперь ездить только на зимней резине, либо покупать новую летнюю 20-ю. Ну вот, еще один из аргументов у Саши был, то что зимняя резина, она тише, чем летняя. Ну вот сейчас едем, ну, мое мнение, по моему мнению, она нифига не тихая. Хотя, вот, да, на 130 вообще гудит, вот сейчас там скинули до 120, стало потише. Но мне кажется, что она плюс-минус такая же. Вот. Хотя Саша говорит, что, ему кажется, что она тише. Ну, здесь, наверное... Ну, во всяком случае, не хуже. Ну, не хуже, да. Ну, плюс-минус, мне кажется, что они одинаково шумят. Ну что ж, давайте покажу, опять же, лучшее время разгона. Поехали. Раз, два, три. Восемь-двадцать семь. Отличное время, в общем-то, почти как на летней резине. Были заезды и похуже, конечно, но в целом плюс-минус все то же самое. Ну, как готово штурмозить? Ну вот, средний результат 46 метров, что на 6-8 метров хуже, чем на летней. Ну что, друзья, вот и результат. Давайте посмотрим на цифры конкретные. Сначала посмотрим на разгон. Что у нас по разгону? Лучшее время было 8-17 на летней резине на девятнадцатых дисках. Ой, на восемьнадцатых дисках. Они поменьше, полегче. И плюс резина летняя. Ну, кстати говоря, зимняя резина, хотя и на двадцатых дисках, но показала не то, чтобы прям сильно худший результат. 8-27 получилось лучшее время. Это первый раз. Потом оно начало расти, потому что, видимо, резина начала перегреваться. Не знаю. Потом было 8-42 и 8-45. Но нас-то интересует торможение. А с торможением, как вы видели, все совершенно однозначно. Я уж молчу, как это все воняло в салоне и чувствовалось, насколько она плохо тормозит. А сейчас я вам скажу конкретные цифры. Если у нас на летней резине, несмотря на то, что она уже, лучшее расстояние получилось 38 метров со 100 км в час до нуля, и два заезда у нас получилось около 40 метров, то на зимней резине все прям сильно хуже. Тормозили мы только два раза, стало жалко резину, потому что вонь стоит несусветная. Итак, первый раз она остановилась за 45-81 метра, то есть почти 46 метров. А второй раз за 46-14, то есть резина еще разогрелась. И это при том, что на улице 16 градусов тепла. Что будет в плюс 30 или при нескольких торможениях, я, честно говоря, боюсь себе даже представить. Вопрос еще, как резина повезет себя на мокром асфальте, насколько зимняя резина будет вообще хорошо отводить влагу, по сравнению с летней. Ну что, Саш, что думаешь, что делать будешь? Твои выводы. Ну, коньяк я проиграл, это однозначно. Так, это хорошо. Слушай, по цифрам может быть не так все страшно, а вот по ощущениям это просто глобальная разница. Ну, 5-7 метров, это тебе кажется, что ты в процентах меряешь, а реально 5-7 метров это, ну, больше корпуса автомобиля. На летней резине мы ни разу ее не смогли сорвать, а на зимней только свист и дым стоял. По ощущениям это не очень хорошо, да. Что делать-то будешь? Буду думать. То есть, ты планируешь все-таки зимнюю снять, поменять на летнюю? Или думаешь, что все-таки лады там 5 метров? Можно шире поставить, еще шире поставить зимнюю, и тогда, возможно, у нас будет еще одно видео. Ну ладно, друзья, я надеюсь, выводы все для себя сделали, все понятно, что делать. Летом на летний, зимой на зимний. Ну, а с вами был Евгений Славьев, Александр. До новых встреч, пока! Покаянный, да, вдул. Чем могу? Минусовую, то есть, кровь бежит, заглаживаю, да. Принято. Покаянный, да.